Думаете про переезд в США, но не можете определиться со штатом и городом? А может вам просто интересно узнать об особенностях конкретного штата, его плюсы и минусы, что там с погодой, природой, ценами, чем там занимаются люди и сколько они зарабатывают. В этом видео вас ждет обзор самых перспективных штатов для переезда, особенно подробно я буду останавливаться на крупных городах, потому что именно в их районах сосредоточена вся жизнь. Вы на канале American Book, и мы начинаем. В состав США входит 50 штатов. Мы сегодня поговорим про самые перспективные и притягивающие большое количество людей. Особенно я отмечу те штаты, в которых развиты социальные программы, направленные на помощь мигрантам. Начну с теплого и популярного у русскоязычного населения штата, с Флориды. Флорида находится на юго-востоке США и славится своим теплым климатом, пляжами, развлечениями и роддомами. Никнейм штата очень говорящий – штат солнечного света. Летом здесь жарко и влажно. В районе Майами средняя дневная температура поднимается до 30-31 градуса. Зимы мягкие. В январе, самом холодном месяце, дневная температура в среднем 23 градуса, а ночью она опускается до 17. На севере штата, в районе Джексон-Вилли, температура более контрастная. Летом еще жарче, а зимой прохладнее. Период с мая по ноябрь во Флориде считается периодом ураганов. Выпадает большое количество осадков. Пик этого всего безобразия приходится на сентябрь. Флорида расположена в окружении воды. С одной стороны ее умывает Атлантический океан, с другой – Мексиканский залив. Но кроме того, здесь много воды внутри штата. 31% территории – это влажные пространства, например, болота и топи. Из-за этого здесь соответствующая живность. Сразу вспоминаются фото и видео аллигаторов, которые зашли в гости к людям поплавать в их бассейне. Я уже не говорю про всяких пауков и змей. Во Флориде проживает более 22 миллионов человек. Это один из тех штатов, население которого активно растет. За последние 13 лет оно увеличилось на 20%. Топ-10 языков, на котором здесь говорят, кроме английского, ходят в том числе и русский язык. А в 40 километрах от Майами есть место Сани, Айлс Бич, где русскоговорящих жителей уже более 10%. Крупнейшие города Флориды – это Джексон-Виль на севере, Майами на юге, Тампа на западе и Орландо практически посередине. В Майами метрополитен-эреа самая крупная. Здесь проживает более 6 миллионов человек. Чудесные пляжи, комфортная погода, насыщенная культурная и ночная жизнь притягивают сюда людей со всего мира. В Майами также находится один из самых загруженных круизных портов в мире. Многие сюда прилетают, чтобы пересесть на лайнер и отправиться в плавание мечты по Карибам. На моем канале есть минимум 3 полноценных видео из Флориды, поэтому если интересно подробнее, то обязательно посмотрите. Но не только туризмом живет Майами. Финансы, международная торговля как по воде, так и по воздуху, работа в области авиации, например, Дизит Боинг тренирует пилотов, работа со стартапами. Следующая по численности агломерации находится вокруг города Тампа. Здесь концентрировано более 3 миллионов человек. Это крупный портовый город и экономический центр. Оборонка, информационные технологии, финансы, здравоохранение, производство – это основные отрасли этого региона. В районе Орландо проживает около 2,5 миллионов человек. Город известен своими развлечениями и туристическими аттракционами. Но это далеко не все. Куда важнее здесь стоит отметить такие сферы, как высокие технологии, авиация и аэрокосмическая промышленность, киноиндустрия и биотехнологии. В целом экономика Флорида входит в число лучших экономик страны. Штат занимает 4 место в рейтинге. Для тех, кому актуально обучение, в штате расположено 2 университета, входящих в топ 100 вузов страны. Флорида на данный момент считается консервативным штатом. Здесь будет явно комфортнее тем, кто устал от перегибов либеральной политики. Например, в штате недавно был принят закон, который сводит разговоры об ориентации в школе к минимуму. И это дается на усмотрение родителей. Проводимая в штате политика также влияет и на количество бездомных на улице. Во Флориде, несмотря на теплую погоду, по сравнению с Калифорнией их значительно меньше. И кроме того, здесь есть тенденция на сокращение их числа. Медиана по доходу на семью в месяц составляет около 5200 долларов. В Майами аренда не дешевая. Квартиру в судную спальню можно найти в среднем за 2400 долларов. В целом, в этом городе стоимость жизни выше, чем в среднем по штату, да и в целом стране. Речь идет не только о недвижимости, но и о ценах на еду, на различные сервисы. А если смотреть на другие города, например, на Тампу и Орландо, то там подобную квартиру можно снять примерно за 1900. Стоимость жизни в этих городах ниже, чем в супертуристическом Майами. Следующий штат в моем списке – это Нью-Йорк. Именно здесь находится самая большая русскоязычная комьюнити в стране. Нью-Йорк – это один из самых разнообразных и культурно насыщенных штатов США. Его второе имя – Имперский штат. Назвал его так Джудж Вашингтон, имея в виду тот факт, что штат Нью-Йорк будет базой для всей страны. Неофициально его делят на две части – северную и южную. К южной относятся всеми известный город Нью-Йорк и остров Лонг-Айлендс с немалоизвестным русскоговорящему населению городом Брайтон-Бич. Зима в штате холодная, со снегопадами. Чем севернее, тем температура чуть ниже, а снега чуть больше. Лето достаточно жаркое. В районе Нью-Йорка летом средняя дневная температура может варьироваться от 26 до 29 градусов, а зимой в среднем опускается до минус 3. В штате Нью-Йорк достаточно разнообразная природа. Здесь есть горы, озера, реки и даже побережье Атлантического океана. Одна из главных природных красот – это Ниагарский водопад. Но есть проблема – это расстояние. Ехать, например, до него от центра Нью-Йорка около 7 часов. Я лично очень хочу посмотреть на этот водопад. Как только туда попаду, обязательно с вами поделюсь впечатлениями. В штате Нью-Йорк проживает около 19,5 миллионов человек. Население, в отличие от Флориды, здесь не растет. За последний год оно даже сократилось на 1%. Самый крупный город – это Нью-Йорк-Сити. Он находится на первом месте в списке крупных городов США по числу жителей. И представляете, на Нью-Йорк-метрополитен-эрию приходится почти 19 миллионов человек. А это 97% от жителей всего штата. То есть, по факту, все люди сосредоточены именно вокруг Нью-Йорка. Нью-Йорк – это мировой коммерческий, финансовый и культурный центр. В штате находится 10 университетов, входящих в топ-100 вузов страны. Если вам нравится ритм огромного города, культурные мероприятия, то обязательно досмотрите этот штат. Жители Нью-Йорка последние 40 лет поддерживают демократическую партию, особенно в крупных городах. Штат входит в тройку самых либеральных штатов страны. Кроме Нью-Йорка, в этом списке у нас там еще Калифорния и Линейс. А это значит, что здесь поддерживают иммигрантов своими различными социальными программами. Но либеральная политика в том числе притягивает большое количество бездомных. Штат находится на пятом месте по их часу на душу населения. В целом, это большая беда для крупных городов США. Люди оказываются на улице из-за недоступности жилья, проблем со здоровьем, в первую очередь ментальных и других тяжелых жизненных обстоятельств. Штат имеет разнообразную экономику, включая финансовые и технологические секторы. Сфера здравоохранения имеет огромный вес в штате. Экономика Нью-Йорка третья по стране. Идет после Калифорнии и Техаса. А если бы штат был отдельным государством, то он бы находился бы на десятом месте в мировом рейтинге. Медиана по доходу на семью в месяц составляет около 6200 долларов. Это если смотреть в целом по штату. Но в штате все деньги сосредоточены в сердце Нью-Йорка, в районе Манхэттена. И там медиана по зарплате на семью составляет около 10600 долларов в месяц. Но и уровень цен и стоимость жизни именно на Манхэттене существенно больше. Например, за квартиру с одной спальней в среднем просят 4700 долларов. Далеко не каждый может себе позволить платить такие деньги за жилье. И люди селятся в районах подальше, вдоль веток метро. Чем дальше, тем цены ниже. Можно найти и за 2000, и даже за 1500. Но тут уже будут вопросы к безопасности районов. В описании к видео оставлю много полезных ссылок, в том числе на сайт, где можно посмотреть уровень преступности в том или ином районе, городе и штате. Еще как вариант, чтобы сократить расходы, люди селятся в соседний штат Нью-Джерси и уже оттуда добираются на работу до Нью-Йорка. Следующий штат на рассмотрение – это мой любимый Вашингтон. Не путаем со столицей США городом вашим в Нью-Джерси. Это вечно зеленый штат с потрясающей природой и развитой экономикой. Погода разнообразна, да не приличия. Все это обусловлено наличием океана с западной стороны и гор, разделяющих штат условно пополам. На побережье Тихого океана летом средняя дневная температура составляет около 20 градусов, а зимой около 80 градусов тепла. Дожди здесь бывают круглый год, но в период с октября по апрель их ощутимо больше. В том месте, где находится основная концентрация людей рядом с Сиэтлом, лето короткое, с комфортными средними 22 градусами. Температура около 30 градусов держится около месяца, обычно в районе августа, и зачастую это совпадает с лесными пожарами. Про пожары я вам расскажу подробнее, когда буду говорить про Калифорнию. Там есть что отметить. Как вы возможно слышали, Сиэтл славится своим дождем. Действительно, с октября по апрель осадков много. Снег здесь нечастое явление, может полежать несколько дней, а может и пару недель, но это редкость. Для тех, кто любит более выраженные сезоны, стоит посмотреть на восточный Вашингтон. За каскадными горами лето более жаркое, а зима снежная. И самое замечательное, я считаю, что это большой плюс штата Вашингтон, здесь можно из Сиэтла добраться за пару часов до океана на западе, или до каньона на востоке, а за час до снежных гор, расположенных почти по центру штата. Таким образом, можно сменить не только обстановку, но иногда даже избежать от дождя. На моем канале есть отличное видео про штат Вашингтон, где я достаточно подробно прошлась по многим вопросам, начиная с погоды, заканчивая экономикой и политикой. Также был обзор районов Сиэтла и городов в его окрестностях. Он поможет сориентироваться тем, кто уже задумывается про переезд в США и выбирает конкретное место для жизни. Ссылки ищите в описании к этому видео. По данным 2023 год, численность населения составляет около 7,5 миллионов человек. Из интересного, за последние 13 лет численность выросла примерно на 16,5%, что говорит о привлекательности штата для жизни. Примерно половина людей проживает в Метрополитен Сиэтл Эре. Это сам Сиэтл и города вокруг него. Штат считается либеральным. Что это значит? Кроме того, что тут есть хоть какая-то помощь для эмигрантов в виде различных программ, так здесь общество более толерантно ко всяким меньшинствам и прививает эту толерантность со школьной скамьи. Иногда, честно скажу, слишком навязчиво. Также в штате есть проблемы с бездомными. Согласно данным, ситуация не намного лучше, чем в Нью-Йорке. В центре Сиэтла их достаточно много, до такой степени, что чувствуешь себя небезопасно. Поэтому конкретное место для жизни и прогулок стоит выбирать внимательно. Что касается экономики, то есть несколько направлений, по которым штат зарабатывает. Ключевыми являются из мира технологий, информационные технологии, аэрокосмическая отрасль. Вашингтон это родина Амазона, Боинга, Старбакса. Даже здесь есть целый город Майкрософта. Если вы работаете в сфере IT или инженером, то вам будет в этом штате достаточно комфортно. С одной стороны хорошие зарплаты, с другой стороны большой выбор технологических компаний. Это не значит, что других работ нет. Есть, конечно. В описании к видео я оставлю ссылки на сайты с вакансиями. В Сиэтле есть хороший университет, который занимает 26 место среди всех заведений США в рейтинге Форбс. Медиана месячного дохода на семью составляет примерно 6,5 тысяч долларов, и это шестое место среди всех штатов. А если смотреть на сам Сиэтл и города в его окрестностях, то медиана месячного дохода будет выше, примерно 9-10 тысяч долларов. Но и цены при этом не низкие. Штат дорогой. Стоимость жизни в Сиэтле на 49% больше, чем в среднем по стране. Особенно дорого все, что связано с недвижимостью. Чтобы арендовать квартиру с одной спальней, нужно отдать в среднем 2260 долларов. Следующий шаг в нашем списке – это Калифорния. Мне кажется, не найдется человека, который бы про него не слышал. Чего только стоит Кремниевая долина со всеми ее стартапами и инновациями, а Арнольд Шварценеггер, который тут был губернатором какое-то время. Калифорнию также называют «золотым штатом» по многим причинам. За золотые рассветы, золотые маки, золотой мост и за бурный рост, связанный с золотой лихорадкой. А это еще не все, золотые налоги забыла. За счет того, что штат вытянут вдоль океана и при этом есть две череды гор, погода также разнообразна. Северная Калифорния считается самым идеальным местом с точки зрения погоды в мире. Я бы тут жила на пенсии, если бы не ценные налоги. С мая по ноябрь средняя дневная температура варьируется от 18 до 21 градуса. Лето не жаркое. Зимой дневная температура около 14 градусов. Снега тут не бывает, а дождей заметно меньше, чем в Сьетле. В районе Лос-Анджелеса погода уже значимо теплее на протяжении всего года. Лето жаркое. Средняя температура доходит до 29 градусов, а зимой опускается до 20. Дождей здесь значимо меньше. В долине, которая располагается между прибрежными горами и Сьерой Невадой, температура еще выше. Например, в Сакраменто летом средние дневные значения достигают 35 градусов, но зима тут теплая, около 13 градусов. В Южной Калифорнии находятся засушливые пустыни. В том числе там располагается знаменитая долина смерти, где средняя температура летом доходит до 47 градусов. Я вам обещала рассказать про пожары. Время настало. Во второй половине лета, когда жарко и нет дождей, начинают гореть леса. Это происходит ежегодно. В 2022 году было зафиксировано 7,5 тысячи возгораний. Понятно, что пожар сам по себе, он очень может быть разрушительным. Так еще и дым от него разносится на достаточно большое расстояние, иногда долетая до соседних штатов. А если еще и добавить дым, который у нас долетает от Канады, то прям такая на всем побережье дымовая завеса получается. Для некоторых это достаточно веская причина для переезда. Лично у меня есть знакомые, которые уехали от калифорнийской жары и пожаров в более дождливый штат Вашингтон. Что касается природы, то она в Калифорнии красивая и разнообразная. Здесь вы найдете и океан, и заснеженные горы, множество национальных парков и пустыни. Из минусов, здесь это все недостаточно компактно расположено, как, например, в Вашингтоне. Чтобы попасть в заснеженные горы рядом с озером Тахо и Сан-Франциско, вам потребуется 3 часа. Калифорния занимает первое место по численности населения среди всех штатов. Здесь проживает около 39 миллионов человек. Если сравнивать с Вашингтоном, то за последние 13 лет прирост населения не такой большой – 4,5%. А за последний год так оно даже чуток убавилось. Можно выделить несколько точек притяжения людей и несколько крупных городов. Это Лос-Анджелес и Сан-Диего на юге штата, Сан-Хосе и Сан-Франциско на севере и Сакраменто и Фресно в долине между горами. Все эти группы городов имеют свою атмосферу и особенности. Калифорния – это демократический штат. Соответствующая партия выигрывает здесь с заметным перевесом. В штате можно найти помощь эмигрантам в виде еды, пособий, медстраховки. Существуют различные программы на этот счет. Как я уже отмечала, подобная политика притягивает сюда бездомных. Пособия, теплый климат и цены сыграли свою роль. Если посмотреть на абсолютные цифры, то штат занимает первое место. По последним данным их число составляет 171,5 тысячи человек. На каждые 100 тысяч жителей штата приходится 437 бездомных. Если вы будете в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе, то будьте очень внимательны при выборе района, где поселиться. Здесь благополучный район легко может граничить с палаточными городками. Если бы Калифорния была бы отдельным государством, то она бы занимала 5-е место в мире по уровню ВВП. Располагалась бы между Германией и Великобританией. Можно выделить несколько отраслей, которые приносят штату огромный доход. Первое – это сельское хозяйство. Калифорния производит 12,5% сельскохозяйственной продукции всей страны. Если вас интересует это направление, то обратите внимание на города в Калифорнийской долине, расположенные в центральной части штата, например, на Сакрамето или Фресно. Следующая отрасль связана с киноиндустрией. Я думаю, все слышали про Голливуд. Солнечная погода и природа сыграли свою роль. Снимать в таких условиях намного проще. Тем, кто хочет работать в подобной творческой сфере, вы лучше смотреть на Лос-Анджелес как потенциальное место для жизни. Следующая индустрия – это технологии. В Калифорнии находится Кремниевая долина, которая является домом для более чем 2000 технологических компаний. И если вы хотите работать в этом направлении, то рассматривайте районы Сан-Франциско и Сан-Хосе. 19 университетов Калифорнии входят в топ-100 лучших университетов страны. Медиана месячного дохода на семью составляет примерно 6,5 тысяч долларов. Это похоже на доходы жителей штата Вашингтон. Но по факту в Калифорнии у людей остается меньше денег на руках из-за высоких цен и золотых налогов. Жизнь в крупных городах заметно дороже. Здесь речь идет не только про стоимость недвижимости, но и про бытовые вещи. Еда, походы к врачу, счета за электричество. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальни в Сан-Франциско – это 3336 долларов. В Лос-Анджелесе, кстати, будет чуть подешевле – около 2750 долларов. Значимо дешевле можно найти в Сакраменто и Фресно. В описании к видео оставлю ссылку на сайт, где можно посмотреть стоимость жизни, аренда и базовых услуг по каждому городу. Это относится ко всем штатам. Это не полный список штатов, про которые я хотела вам рассказать. Продолжение будет в следующем видео. И там есть такие штаты, которые прям достойны того, чтобы про них поговорили. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь на канал, делитесь впечатлениями. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой штат, который мы сегодня обсудили, вам ближе всего. Не забывайте про полезные ссылки в описании к видео. И до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok